Срок сдачи моста 10 ноября Так как мы живем в Тагиле и мы тагильская компания И хотели бы, чтобы это было наше лицо Тагильская лагуна будет сдана в срок За качество своей работы подрядчики готовы ответить Реконструкция набережной пруда уже в завершающей стадии Какие уникальные технологии применяют? Ну вообще 75 лет комбинату И с самого начала года мы начали открывать уникальные выставки, я думаю Увидеть прекрасное в черной металлургии В музейно-выставочном комплексе НТМК Открылась выставка металлургия в искусстве Посвященная юбилею комбината Что послужило источником вдохновения для художников Здравствуйте, в эфире Тагил ТВ Итоговый выпуск новостей Мои коллеги и я, Александр Мешков Готовы рассказать о событиях четверга На Красноармейской разворачивается строительство временного моста Его возведут на период закрытия аварийного на улице Фрунзе Средства из области еще не поступили Но работу решили не откладывать, чтобы успеть в срок Каким будет временный мост С места стройки репортаж Алексея Алексеева Мост через реку Тагил по Красноармейской Проектировала та же организация, что и пешеходный по соседству Объекты расположатся параллельно Разделять их будет 7-10 метров Это временный мост для комплекса реконструкции моста по улице Фрунзе Значит, для организации временного движения транспорта Четырехпролетный мост железобетонный Четыре пролета по 18 метров Общая длина 77 метров Габарит 9 метров Два тротуара по полтора метра с каждой стороны Строительство двухполосного моста с асфальтобетонным покрытием Лишь часть работы, которую предстоит выполнить Не менее ответственная задача стоит перед дорожниками Надо будет состыковать с улицы Красноармейской Ее сейчас делают, выполняют ремонт До улицы Некрасова То есть с выездом на Краснознаменную Ну и с выездом на улицу Серова Будет состыкованный мост с обоих сторон Пристыкован, будет светофорный объект построен Вот такова будет полная стройка завершенная Срок окончания строительства согласно контракту – ноябрь месяц Между тем, судебное решение о закрытии движения по аварийному мосту по Фрунзе Должно вступить в силу 1 августа Мы будем сейчас заниматься, мы будем оспаривать решение в судах А решение, наверное, должно быть не то, чтобы закрыть А решение должно быть, чтобы отремонтировать мост И тогда оно обязательно к исполнению Такое решение выполнять очень приятно По словам главы города, ясности со сроком начала реконструкции моста по Фрунзе нет Все будет зависеть от финансирования Поэтому к временному мосту особые требования Он должен был сделать настолько надежно, чтобы не хватило гарантий на ремонт главного моста по Фрунзе Ну и настолько надежно, что если потребуется, то можно было осуществлять автомобильное движение по двум мостам сразу И по Фрунзе, и по Красноармейскому Подготовка к строительству завершается На днях подрядчик собирается вывести на площадку свои бойные машины Алексей Алексеев, Александр Штраух, Егор Егошин, Новости Тагил ТВ Тагильская лагуна будет сдана в срок За качество своей работы подрядчики готовы ответить Реконструкция набережной пруда уже в завершающей стадии Какие уникальные технологии применяют, рассказали Анне Хабаровой Не минуты свободного времени реконструкция набережной Тагильского пруда продвигается ускоренными темпами Прокладка инженерных сетей, канализации водопровода на завершающей стадии В ближайшее время старые лестницы полностью заменят на новые монолитные Продолжают подрядчики работать и с гранитом Чтобы дольше держался, его укладывают по особой технологии Это крепление при помощи крючков То есть это, так скажем, европейский метод укладки гранита Который позволяет долговечно, столетиями стоять граниту и не отпадывать Как, допустим, было там реализовано в других проектах Особое внимание строители уделяют и работе с бетоном С самого начала реконструкции стройматериалы проверяли в собственной лаборатории Корректировали состав Исходя из того, что это открытые поверхности Потому что это на улице Исходя из того, что морозостойкость увеличили мы И гидротехнические составы бетонов То есть применяли, потому что здесь как раз получается агрессивная такая среда Это вода, это улица, это постоянные периоды замораживания, оттаивания, дожди За каждым шагом строителей на площадке утром и вечером Ежедневно следят пять кураторов Контролируют процесс реконструкции Тагильской лагуны поэтапно Сегодня заверят в службе заказчика городского хозяйства Все работы выполняются в срок и с надлежащим качеством Есть рабочие моменты, которые возникают Но подрядчики все исправляют и устраняют Если сравнивать с другими объектами, которые были в предыдущие годы То есть и технология здесь более жестко контролируется Ну и подрядчики другого уровня Стоимость проекта Тагильская лагуна 491 миллион рублей Большая часть выделена из федерального бюджета На днях служба заказчика городского хозяйства ждет очередное поступление средств Несмотря на сжатые сроки реконструкции, подрядчик за качество отвечает Первое очередное для нас было это качество выполнения работы Чтобы это на долгие времена осталось Так как мы живем в Тагиле, мы тагильская компания И хотели бы, чтобы это было наше лицо Которое будет долго и упорно стоять И чтобы своих детей приводить, показывать, чтобы мы сделали Такую красоту для города Напомню, Тагильская лагуна включена в туристический маршрут Самоцветное кольцо Урала Помимо кафе, ресторанов и баров Набережная должна быть оборудована Теннисным кортом, воркаутом, велодорожками и скейт-парком Одна детская площадка уже установлена Большая часть пути уже пройдена Прогуляться по обновленной набережной И оценить качество Тагильской лагуны Горожане смогут уже в сентябре Анна Хабарова, Вадим Усков, Егор Егошин Новости Тагил ТВ Помогли в борьбе с мусором На прошлой неделе в нашу редакцию Обратился житель дома на улице Красногорская С просьбой привлечь внимание чиновников к свалке Герой репортажа даже записал Видеообращение к администрации После выхода сюжета на следующий же день Большую часть мусора вывезли Временно был установлен еще один контейнер На сообщении оперативно отреагировал Глава Тагилстроевского района Геннадий Демьянов Огромное спасибо Телекомпании Тагил ТВ За помощь, за то, что тоже первые Помогли, то есть обратились мы К ним, то есть нас услышали И передали все-таки это В администрацию Тагилстроевского района Мы все надеемся, что на этом Не закончится, то есть все-таки Поставят нам бачки, уберут До конца, то есть И поставят ограждение За езду в нетрезвом виде Возбуждено 4 уголовных дела 2 против пьяных водителей мужчин И 2 против женщин Напомним, с 1 июля правила ужесточились Теперь тем, кто задержан за пьянку За рулем повторно, грозит тюрьма Данная статья предусматривает Очень большой штраф Это как минимум 200 тысяч Как максимум 300 И вплоть до лишения свободы До двух лет В течение месяца дела будут расследовать После чего они будут направлены в суд Раньше уголовная ответственность ждала Выпившего водителя Только если он совершил ДТП С погибшими и пострадавшими Евраз продолжает чествовать Лучших из лучших Почетными грамотами их награждали Сегодня в Центре культуры и искусства НТМК С профессиональным праздником Металургов поздравил и Сергей Носов Я считаю честью Которое мне сегодня предоставлено Как голове города Вас поздравить с праздником Наградить Поздравить от себя лично Юбилейные награды В честь 75-летия комбината Вручали металургам Сразу в четырех залах За многолетний добросовестный труд Лучшие из лучших Были отмечены Министерством промышленности и науки России Средловской области И законодательного собрания Поздравлять будут все выходные Завтра в честь профессионального праздника Для них будет петь группа Любе Я вас прошу Давайте мы завтра на стадион Оденемся в свои награды Потому что один раз в году Давайте перейдем и похвастаемся Увидеть прекрасное в черной металлургии В музейно-выставочном комплексе НТМК Открылась выставка Металлургия в искусстве Также посвященная Юбилею комбината Что вдохновило художников Расскажет Антон Исаев В зале музейно-выставочного центра Металлургического комбината Собрали около 50 работ Живопись, графика, скульптура И декоративное искусство Большая часть авторов Местные художники Вот эта идея давно вынашивалась Я предложила скульпторам и художникам города Которые занимаются этой темой Они очень активно откликнулись И получился такой результат Мы так и назвали эту выставку Металлургия в искусстве Церемонию открытия начинают С небольшого исторического экскурса Организаторы выставки считают Что в основе современного Металлургического комбината Было старое демидовское производство Петр Великий Повелеваю осваивать территории Где найдена магнитная руда Именно на фоне портретов Акинфия Демидова и Петра Первого Торжественно разрезают Символическую красную ленту Это право предоставили Управляющему директору Алексею Кушнареву Председателю правкома Владимиру Радаеву И председателю городского отделения Союза художников России Анжелике Южаковой После открытия гости Ближе рассматривают работы На общем фоне Выделяется линогравюра Киры Баташовой Преподаватель Уральского колледжа Прикладного искусства и дизайна Выставила пять своих работ Из серии Истории металлургии Урала Демидовский завод Именно он является Источником вдохновения Для художницы Наверное Ритмы, динамика Музыка Вот эта старины Может быть Кто-то ее не слышит А я ее понимаю Вижу Ощущаю И каждый раз Это ощущение По-новому Линогравюры Как и многие произведения Посвящены не самому комбинату А старому Демидовскому заводу Ныне музею заводу По мнению многих творцов Он привлекает Своей исторической насыщенностью И доступностью Ведь на современное производство Художников не пустят Тема музея завода Также запомнилась И главным посетителем выставки Завод-музей По-новому я увидел Завод Куйбышева Стой, посмотри Вы приезжаете на завод Куйбышева Мы туда привезли Еще первый конвертер Еще бессимировский Мы его привезли Потому что, наверное, в России Сегодня больше ничего не осталось Не затронутой осталась история Самого комбината За 75 лет НТМК пережил многое Эта выставка Только малая часть Грядущего празднования Дня Металлурга И юбилея комбината Антон Исаев Павел Охотников Егор Игошин Новости Тагил ТВ Шпатель и Валик На время стали лучшими друзьями Финалистов конкурса Молодая семья На пятом этапе Супруги усердно делают ремонт В квартирах магнитостроя На улице Булата Акуджавы Одна из них достанется победителю Как продвигается работа Узнала Дарья Хнычкина Шпатель в руках Алена держит не в первый раз Вместе с супругом Иваном Они уже делали ремонт В своей квартире Сейчас рожены взялись за работу В новостройке магнитостроя На Булата Акуджавы 7 В этот раз столкнулись Задачи посерьезнее Впервые готовят Под покраску потолок Ну, плентуса старые убрали Ну, вот сейчас Прогрунтовали только что Ну, и начали шпаклевать Потолок, да, прогрунтовали Начали шпаклевать Вот где под плентусами Места вот эти страшные А пока, в общем-то, ну, организационный момент Помогать парам На пятом этапе конкурса Молодая семья Не запрещено К роженым, например На выручку пришел друг А вот Костюркины Пока справляются сами Выровняли стены Сейчас ждут Когда высохнет штукатурка Но время зря не теряют Пара работает Над созданием дизайна квартиры Что, кстати, тоже будет оцениваться По зонам будем все распределять Да, где коридор, где кухня Да, хотя тут все кухня И комната Как бы для нас Квартира-студия Это вообще в новинку То есть мы никогда не жили В квартире-студии И немножко были удивлены Что это так Ну, хотя Друзья-то сейчас Вот у нас тоже Переделывают сейчас Часто квартиры Ну, под студию Напомним Шести семьям Необходимо сделать Качественный ремонт За полторы недели Положить ламинат Поклеить обои Покрасить потолок По 15-ти бальной шкале Оценят все квартиры Лучшее Достанется супругам Победителям конкурса Дарья Ахнычкина Михаил Корзняков Павел Соложнин Новости Тагил ТВ Полицейские превратились В воспитателей Побеседовали с детьми В санатории Сосновый Бор Ребятам напомнили О здоровом образе жизни В рамках второго этапа Профилактической операции Детям была разъяснена Административная ответственность За употребление Алкогольной продукции Наркотических веществ Также Напомнили О комендантском часе И Повторили правила безопасности В летний период К операции присоединились Представители территориальной комиссии По делам несовершеннолетних И городского наркологического диспансера Педагог-психолог Врачи детской больницы Беседу с детьми Разнообразили играми И выступлением Кинолога Со служебно-розыскной собакой На этом у меня все Далее новости спорта А мне остается напомнить Вы можете стать Соавторами нашей программы Если вам есть О чем нам рассказать Звоните по телефону 4195-51 Или пишите на сайте tagildefistv.ru Смотрите нас на Круглосуточных каналах Тагил ТВ В сетях МТС Ростелеком Сети Тагила Конвикс Новости выходят 23.00 3 часа ночи 7 утра И 12.30 Всего доброго Спортсмены чествуют Металургов Праздничный турнир По пляжному волейболу Прошел накануне На набережной Выисково-пруда Среди женских команд Победителем стала пара Ирина и Наталья Еремеевы Среди мужских Илья Трегуб и Михаил Мизин В категории Микс никому равных Не было Валерию Молчанову И Ирине Еремеевой Второе место Заняли Михаил и Екатерина Мизины Третьими стали Федор Накаряков И Алина Чуйко Область готовится Принять Молодежный кубок мира По хоккею Совещание по вопросам Его организации На этот раз Прошел в Екатеринбурге С Денисом Паслером Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский Отметил Вопросы решаются В рабочем режиме Руководители Молодежной лиги Во главе с управляющим Директором Продолжают осматривать площадки Проведения соревнований И места размещения команд Готовность региона На сегодня Порядка 90% Руководитель Исполнительной дирекции Кубка Вячеслав Потехин Отметил Найдена техническая возможность Проведения открытия Турнира Одновременно На трех площадках Напомню В этом году Ими стали Нижний Тагил Екатеринбург И Верхняя Пышма Церемония будет Представлять собой Яркое шоу С использованием Масштабной инсталляции 3D-изображений Видеокуба Дымовых И огненных генераторов Игры начнутся 23 августа Наш город Принимать масштабный Хоккейный праздник Будет 24 25 И 27 Со всего региона За доски В Нижний Тагил Командное первенство Области По шахматам Среди взрослых И детских команд Прошло накануне В нашем городе Уверенную победу В зачете среди детей Одержала команда Арамиля 16,5 очков И превзошла Взрослую команду Тавды Она в своей возрастной Категории Стала третьей Второе место Средневных шахматистов Досталось тавдинцам Тройку лидеров Замкнули представители Каменск-Уральского Тагильчанам удалось Стать лишь четвертыми Зато среди взрослых Им не было равных Местная сборная В составе которой Были Матвеев, Одинцов, Трубицын И Сувернева На 4,5 очка Передили команду Каменск-Уральского Она стала серебряным Призером соревнований На этом у меня все Главные спортивные события города Смотрите завтра Анна Хабарова Егор Егошин Новости спорта Тагилтв